Но принцип сам того, что пока ты не признал ошибки, и причем радикально на уровне раскаяния, глубокого переживания, ты никуда не повернешь. Вот этот принцип, мне кажется, неосознан современным обществом российским в силу его специфики, которую я когда-то называл регрессивной. Тенденция, которая идёт в России тем и губительная, что они регрессивны. Они как бы приводят к упрощению всего и вся, к какой-то интеллектуальной деградации и так далее. Под вопли о том, что вот свобода, свобода, а свобода же требует восхождения, да? Есть свобода для восхождения, а есть свобода от восхождения. И такая свобода есть свобода негативная и в этом смысле отвратительная. Что не значит, что можно пересмотреть взгляд на свободу как одну из высших ценностей для человека. Это безусловно так. Итак, в силу этих регрессивных тенденций нечто не происходит. Происходят вещи очень позитивные, которыми нельзя не восхищаться, но которые, как говорят математики, необходимы, но недостаточны. Например, «Бессмертный полк», который прошел по улицам многих городов и вот эти огромные, огромные колонны, двигавшиеся по Москве, это то, чем нельзя не восхищаться. Это прекрасно и потому, что это дань великой памяти о великой победе, и потому, что в этом даже есть что-то массово метафизическое. Люди идут с портретами мертвых. Связь между живыми и мертвыми. Есть запрос на восстановление этой связи. Но внутри всего такого, вызывающего сегодня восхищение, есть вопросы. Есть вопросы. Прекрасно, что пишут «Спасибо деду за победу» на машинах. Хуже бы говорить «Мерзавец дед, что ты делал» и так далее. Прекрасно. Но ведь с дедом можно и поговорить. И дед спросит, внучок, а что со страной-то? Я умер за то, что была Украина в составе великой державы. А где она? Или Белоруссия? Или некоторые завоевания советского периода в области образования, медицины и так далее. Где это все? Вот ты мне говоришь «Спасибо», а ты со мной поговори, как мужчина с мужчиной. Ведь этого мужского разговора еще нет. Все подернуто некой пленкой такой регрессивной сентиментальности. Это же касается и вопроса о признании ошибок. Когда говорили, что Ленин самое главное чудовище, и не с невероятными жертвами, а жертвы все видят. Его геополитически, и социально, и интеллектуально, технологически все-таки вырвали в этого чудовища ленинизма страну из лап, из когтей адских. То в этой логике есть что-то понятное, хотя она насквозь лжива, отвратительная и все остальное. Ничего из когтей не вырывали, просто обогащались и все, не думая ни о чем другом. Так вот, и видно это просто происходящее. Но тем не менее, в этой логике есть какая-то, так сказать, идеологическая такая алгоритмика, я бы сказал. Да, там понятно, что говорится, а когда говорят, что Ленин был хороший, и все было хорошо, то тогда возникает еще более острый вопрос, а какого черта погибло 250 тысяч людей только в событиях во время гражданской войны в Таджикистане, из них там десятки тысяч детей. Вот это зачем? Зачем, так сказать, вот это бесправие русских при Балтике и на других землях? Они же там оказались как крепостные. Зачем, зачем, зачем все остальное? Затем, чтобы кто-то приватизировал за гроши, так сказать, главные стройки, главные, так сказать, объекты, построенные в советскую эпоху? И стрих с этого купона. Странно, да? Поэтому, когда люди говорят, что мы пересматриваем отношения к Ленину, к Сталину, неважно, к советскому периоду, то внутри этой перестройки должно быть какое-то очищение, какой-то внутренний элемент глубокого человеческого переживания и действия. Но нет ни этого, этой глубины переживания, ни действия. Вчера хотели, поддерживали там тех, кто поносил Кургиняна. Сегодня будем поддерживать на передаче Кургиняна. А как бы где переход одного к другому? Есть такое диссидентское статусворение, не помню чье. Я его всегда привожу в связи с последними строками, но прочитаю целиком. Среди бела дня мне могилу вырвают, а потом меня реабилитируют. Пряжка от ремня, апперкотом валящим будут бить меня по лицу товарищей. Спляшут на костях, бабу изнасилуют, а потом простят, а потом помилуют. Будет плакать следователь на моем плече. Я забыл последовательность. Что у нас? Зачем? Вот ради этих последних строк я и цитирую. Потому что вот эта забытая последовательность и этот отказ от всего того, что в виде мистериального обряда, в виде какого-то высшего действия, необходимо, чтобы поворачивать по-настоящему, и составляет странную регрессивную черту нашей реальности. В силу всего этого никакого мощного гражданского, патриотического, живого активизма, под мощным, я имею в виду, миллионный, пока что нет. Возможно, в какие-то моменты нечто проявляется, и возникают всплески этой активности. Но это не та активность, которая построена на таком структурном, бескорыстном, гражданском, страстном фундаменте. А без этой активности все погибнет. Я не знаю, как именно, но обязательно погибнет. Продолжение следует...